Приветствую вас, и чтобы ответить на вопрос, который вы задаете, я должен задать вам встречный вопрос, и он звучит так. А для чего вам это желание? Чего вы хотите добиться с помощью своего желания? Для чего оно вообще нужно вам? Для чего оно нужно человеку? Ну, надо сказать, что человеку понятно для чего нужно, человеку абстрактно, а вот для чего лично вам? Чтобы не быть одиноким, чтобы быть нужным, чтобы быть востребованным, чтобы чувствовать себя мужчиной, чувствовать себя, допустим, мужем и так далее. Ну, вот вы и подумайте о том, для чего вам нужно ваше желание. Что оно вам доихло? Потому что, если у вас не получается обострять отношения, то это ведь отношает только что? Что либо вы эгоистично подходите к ним, то есть думаете только о себе. И тогда вы действительно выбрали немножечко неправильный способ удовлетворения своих интересов, потому что собственные интересы удовлетворяются не через других людей, а через собственную деятельность. Вы можете тогда просто быть честным и говорить сразу человеку о том, для чего вы с ним вступаете в отношения, чтобы никто из вас не строил иллюзии, например. То есть можно понять, еще раз повторю, для чего вам эта желание, что она вам дает? Именно вам. И вот к тому, что она вам дает, искать другие пути достижения. Другое дело, что если у вас не получается устроить отношения, потому что что-то идет не так всегда, то вот с тем, что идет не так, мы можем помочь вам разобраться. Мы можем помочь увидеть в себе то, что мешает, то, что не дает подстроить отношения, если вы в общем и целом хотите этих отношений. И тогда, проанализировав вас, можно внести определенную коррекцию ваше поведение по отношению к другим, ваше отношение к себе, оценку самого себя и так далее. Чтобы вы четко представляли, кто вы, что вы из себя представляете, какие у вас слабые и сильные стороны, чтобы умели ими пользоваться, и чтобы не позволяли себя предавать. Все зависит от вашего желания. То есть, вот чего вы хотите. Если ваш изначальный запрос продиктован защитной реакцией, нежелание больше страдать, например, нежелание испытывать боль от предательства, но в душе вы хотите все-таки гармонии и отношений, то этому можно помочь. А если вы пришли к тому, особенно пришли к тому, что вы просто не хотите больше отношений, то нужно понять, что вам дает это желание. Для чего оно? Потому что само по себе желание не искренне никак. Оно есть, оно в природе человека заложит. Но вы можете направить это желание на что-то другое. в зависимости от того, что оно для вас значит. И если вы не сможете разобраться в этом самостоятельно, то вы можете привлечь специалистов для помощи в этом. на этом я думаю все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!